Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В этом видеоэссе я буду говорить о названии фильма Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды». О чем это название? The Way of Water. Какой смысл в нем кроется? Только ли путь воды – это покатулькино морских животных, разыгрывающиеся в воде сражения и быт морского племени Меткаина? Но я уже говорила о том, что режиссер Джеймс Кэмерон обычно уделяет самое тщательное внимание даже мельчайшим деталям своих фильмов. А тут речь о таком крайне важном, можно сказать, концептуальном моменте, как само название. Прежде всего напомню, что Джеймс Кэмерон относится к воде, к водной стихии практически как к сакральному объекту. Кэмерон говорит, что океан – это часть его подсознания. И хотя по убеждениям Кэмерон атеист, но вот его отношение к воде, к океану в чем-то даже похоже именно на религиозное чувство. Джеймс Кэмерон порой даже свои дни рождения отмечает некими связанными с водой действиями или акциями. Так, например, свой 56-й год рождения, 16 августа 2010 года, Кэмерон отметил на дне озера Байкал на борту батискафа Мир-1. Напомню и о том, что именно Джеймс Кэмерон стал третьим человеком на планете, спустившимся на дно глубочайшего места на Земле, на дно Марианской впадины. А для этого погружения он еще и построил свой собственный батискаф. Но возвращаемся ко второму аватару. О фильме «Аватар. Путь воды» сам Джеймс Кэмерон сказал, «Вероятно, это мой самый личный фильм. Я начал собирать его еще много лет назад, когда был ребенком. Это моя любовь к погружениям и исследованию океана. Это мой мир, моя ответственность». Учитывая все вышесказанное, вряд ли название фильма случайно или просто и поверхностно. Нужно только быть внимательнее и не пропустить, например, слова Тсиреи, дочери вождя клана Миткаинов, которая говорит, «Путь воды не имеет начала и конца. Океан внутри тебя и снаружи. Вода твой дом до рождения и после смерти. Наши сердца бьются в утробе Вселенной. Наше дыхание согревает темные глубины. Море дает и море забирает. Все в мире связывает вода, жизнь и смерть, тьму и свет». Собственно, вот в этих словах Тсиреи в самом фильме и звучит его название – «Путь воды». Поэтому к ним нужно отнестись особо внимательно. Они именно о том, почему фильм так называется. Ну и кроме того, у меня сложилось впечатление, что вот эти слова Джеймс Кэмерон мог бы произнести и сам. То есть вот он фактически в уста этой девочки вложил свои собственные слова, свое понимание воды, свои собственные ощущения, скажем так. А Кэмерон, напомню, не только ведь творческая личность и талантливейший режиссер, он еще и ученый, и исследователь. Поэтому в этих словах нужно искать не только поэзию, но и вполне рациональное зерно. И такая рациональность в них действительно есть. Прежде всего, эти поэтические слова отражают многие популярные научные гипотезы о происхождении жизни на Земле. На протяжении длительного времени такой наиболее популярной гипотезой была теория Александра Апарина о зарождении жизни на Земле 4 миллиарда лет назад в так называемом первичном бульоне. То есть в мелких водоемах Земли, в которых было много аминокислот, полипептидов, ослотистых оснований, нуклеотидов, образовавшихся под воздействием электрических разрядов, высокой температуры и космического излучения. В версии ответвлений этой гипотезы Апарина утверждалось, что в условиях первобытной Земли первые органические вещества возникали из простейших соединений аммиака, метана, водорода и воды. А энергия, необходимая для подобных превращений, могла быть получена или от ультрафиолетового излучения, или от частых грозовых электрических разрядов, молний. И вот в этой чуть иной версии высказывалось предположение, что, возможно, эти органические вещества постепенно накапливались не в мелких водоемах, а в Древнем океане, образуя там тот первичный бульон, в котором и зародилась жизнь. Как бы то ни было, в любом случае речь идет о зарождении жизни именно в водных природных резервуарах. Об уровне мирового научного признания гипотезы Александра Апарина свидетельствует то, что когда в 1970 году было организовано Международное научное общество по изучению возникновения жизни International Society for the Study of the Origin of Life, его первым президентом, а затем почетным президентом, был избран именно академик Александр Апарин. Исполком этого Международного научного общества в 1977 году учредил золотую медаль имени Апарина, присуждаемую за важнейшие экспериментальные исследования в этой области, исследованиях зарождения жизни. Эта медаль присуждается и в наше время, насколько я понимаю. Ну вот, по крайней мере, готовя это видеоэссе, я нашла информацию на сайте этой организации о присуждении такой медали в 2020 году. На сегодняшний день гипотеза Апарина о первичном бульоне многими уже считается несколько устаревшей. Но ей на смену, простите, пришли другие очень похожие гипотезы. Например, гипотеза первичной суши, согласно которой жизнь образуется на минеральной подложке в условиях периодического высыхания тех же мелких водоемов. Есть также гипотеза первичного майонеза, согласно которой жизнь возникает в грязевых котлах вулканов. Сегодня также часто говорят об особом этапе так называемой химической эволюции, то есть о процессах самоорганизации, предшествовавших появлению жизни. Однако обратите внимание, что наличие воды, влаги, в любом случае считается необходимым условием возникновения жизни. А потом и ее поддержание, конечно же. Жизнь без воды в принципе невозможна. Большая часть веса человека — это же вода. Причем интересно, что когда ребенок рождается, то количество воды в его теле может быть по разным источникам от 80 до 90%. Да и приходит ведь ребенок в этот мир действительно буквально из водной среды в материнской утробе. Выражение «колоплодная вода» и все, думаю, слышали. В этом буквальная правда и истина слов Тсиреи в фильме «Аватар. Путь воды». Вода — твой дом до рождения. А потом на протяжении всей жизни доля воды в организме человека постепенно уменьшается. И у некоторых очень пожилых людей воды уже может быть всего где-то 40% от массы тела. Так вот получается, что путь воды — это в каком-то смысле метафорически то же самое, что и путь жизни, или путь человека, путь разума. Фильм Кэмерона именно об этом, о пути, то есть о развитии, эволюции и жизни в целом и каждого отдельно мыслящего существа в частности. Ведь если в названии фильма «Под водой» бесхитростно понимать именно воду как таковую, ну вот именно океана или моря Пандоры, то а какой там путь у этого отдельно взятого моря или океана? Он же сам по себе никуда не течет, никуда не переливается. А вот жизнь как таковая в фильме действительно показана во всей длительности и многообразии ее эволюционного именно пути. В фильме есть и несущая жизнь, можно сказать, оплодотворяющая семена эйвы, и богатейший мир флоры, и водные обитатели самых разных размеров и типов, и сухопутные, и представители антропоморфной, то есть человекообразной разумной жизни в разных стадиях исторического цивилизационного развития. То есть это сами земляне и нави. Нави при вот всей их экзотичности все же могут быть отнесены именно к антропоморфам, то есть человекообразным существам. Но в фильме есть и не антропоморфная форма разумной жизни, тулкуны. И, наконец, в фильме есть даже аватары и рекомбинанты, первые искусственно созданные формы жизни. Абсолютно весь путь эволюции, известный современному человеку, в фильме представлен. Вот это действительно путь. А поскольку мы имеем дело с художественным произведением, с художественным фильмом, то это же ожидаемо, что и название у него именно художественное, метафорическое. Теми же самыми словами «путь воды» также метафорически можно сказать и о жизненном пути каждого отдельного существа. Я уже сказала, что не только жизнь в целом появляется из воды, но и каждый человек, в частности, приходит в этот мир из водматеринской утробы. То есть можно сказать, что от воды идет, начинается путь жизни и в смысле филогенеза, то есть развития эволюции биологического вида во времени. И в смысле антогенеза, то есть индивидуального развития пути каждого организма тела, каждого человека в частности. Но мало того, именно с использованием слова «путь» обычно описывается и работа нервной системы, вышедших во всех этих смыслах из воды существ и человека в частности. Вот, например, цитата из книги Дэвида Хьюбэлла «Глаз, мозг, зрение». Центральная нервная система, лежащая между входными и выходными нейронами, является тем аппаратом, который позволяет нам воспринимать, реагировать и помнить. Он же в конечном счете должен быть ответственен за наше сознание, совесть и душу. Одна из главных целей нейробиологии состоит в выяснении того, что происходит на этом пути. Как информация, приходящая к некоторой группе нейронов, преобразуется и затем передается дальше, а также какой смысл имеют эти преобразования для успешной адаптации животного к среде. Если кому-то покажется, что я слишком уж усложняю, то приведу в защиту такого моего подхода слова самого Джеймса Кэмерона, которые он произнес в беседе с Гильермо дель Торо. Цитирую Кэмерона. Экзистенциальные вопросы находятся и в самом сердце научной фантастики. Кто мы? Почему мы здесь? Что такое сознание? Что такое душа? Что значит быть человеком? После таких слов Джеймса Кэмерона уместно будет вспомнить и то, что он всегда довольно активно интересовался восточными культурами. Например, синий цвет Нави и шестиконечность большинства существ Пандоры – это довольно явная отсылка к индийской культуре с синими многорукими божествами в пантеоне индуизма. И вообще очень многое и в первом и во втором аватарах имеет отсылки к культурам Азии, к культурам Востока. А вот уж если речь именно о пути, то, конечно же, нужно вспомнить о даосизме и об учении о великом пути Дао. Собственно, само китайское слово «дао» и означает «путь». Причем значение его широчайшее. Дао может пониматься и как путь творения, бытия, и как путь человека. То есть нравственный и социальный процесс. Ну вот в таком ракурсе конфуция и конфуцианства Дао воспринимало чаще. В буддизме определенным синонимом к китайскому дао можно считать такое понятие, как шуньята. Но это весьма сложное на самом деле понятие. И оно буквально означает не путь, а пустоту. Сближение же шуньята и дао происходит в том смысле, что пустота предполагает отсутствие бытийности, какой-то стабильной формы или состояния вещей, предметов, а также отсутствие какого-либо постоянного «я» личности. Вот скажем так, мир не есть, но происходит. Пустота постоянно пытается заполниться, но не успевает. И вот потому этот условный процесс может все же быть соотнесен с путем, то есть с дао. В даосизме понятие пустоты также есть и важно, но там пустота скорее соотносится с ненаблюдаемым. Так вот в фильме Кэмерона крайне важна эта условная процессуальность, текучесть всего происходящего и изменчивость важнейших образов. Можно сказать, что, мол, ну так это же обычное дело, что в сюжетах всегда много чего происходит, меняется, и герои трансформируются. Но Кэмерон, я думаю, вот таким именно названием, возможно, хотел именно на эту сложность, текучесть, процессуальность художественного мира и героев своего фильма обратить большее внимание. Такое подчеркивание процессуальности в названии необходимо потому, что, как я уже говорила в предыдущем эссе, зрителю это на самом деле сложно сразу же заметить. Слишком уж много внимания отбирает изложение аудиовизуального ряда. В следующих видеоэссе я буду говорить об этой незаметной, на первый взгляд, сложности многих образов. Ну и можно сказать, что даже у самой теперь уже серии фильмов «Аватар» тоже появился свой путь. А его ведь, кстати, могло и не быть. Ведь был вариант сценария, с которого начиналась работа над еще первым «Аватаром» 2009 года, который исключал всякое продолжение. В первом варианте сценария главный герой Джейк, которого звали тогда еще даже Джош, в финале делает видеозаявление для Земли, что, мол, на Пандоре появился вирус, смертельный для людей. И, мол, если в результате будущих экспедиций он попадет на Землю, то всю человеческую расу постепнет мучительная смерть. Идея такого сюжетного хода была такова, что, мол, именно это ложное сообщение должно было не позволить людям вернуться в будущем на Пандору. И это, мол, гарантировало бы дальнейшую благополучную жизнь пандорианцев и оставшихся там землян. Но такое сюжетное завершение не предполагало бы продолжения сиквелов. И поскольку Кэмерон уже на начальном этапе работы над фильмом начал допускать и его продолжение, то от такого сюжетного завершения первого фильма он, в конце концов, отказался. Ну и хорошо, потому что теперь мы имеем возможность и удовольствие смотреть продолжение этой истории и обсуждать ее. И раз уж вспомнила первый сценарий, то добавлю и еще один интересный факт из именно первой версии сценария первого аватара. В первоначальном наброске сценария в материалах, написанных Кэмерон еще в 1995 году и от которых снимающийся фильм взял тогда свое рабочее название проект 880 был еще и такой герой, как Нде Хермек Юфтева проводник Нави, который поддерживал связи с людьми и любил Грейс. А сама Грейс в первоначальном варианте сюжета была не Грейс Огустин, а Грейс Шипли, кстати. И это была явная отсылка к героине чужих Рипли, роль которой также исполняла Сигурни Уивер. А кроме того, после ранения Грейс в том вот первом варианте сценария оставалась в живых, и процесс ее полного перехода в тело аватара удавался. И вот когда мы говорим о Кире, ее происхождении, кстати, высказанным я ни на что не намекаю, я не знаю, как на самом деле будет объяснено рождение Кири в дальнейшем. Но вот когда мы говорим о ее происхождении, то мы же, по сути, тоже рассуждаем о некотором пути, который привел к появлению этой необычной, изящной, то есть избранной девочки. Ну, вот думаю, многим встречалось словосочетание «изящное искусство». Оно «изящное искусство». Оно немножко уже как бы такое вот устаревшее. Но что интересно, вот это слово «изящное», «изящное», «изящный» когда-то означало «избранный», «избранные», то есть «изъятые из общего ряда», «особенные». Кире в фильме «изящная девочка в обоих смыслах». Готовя эту тему, я даже попробовала было примерить связь, подобие между всеми этими уровнями пути, общим путем жизни, путем каждого существа и человека по принципу или рекурсии, или фрактала. Но потом засомневалась и решила не входить в такие уж глубины. И еще. Давайте вспомним о дожде в сцене, в которой дети встречают рекомбинантов у бывшей базы ученых и попадают потом в плен. Дождь – это, конечно же, тоже вода. И к тому же отличная иллюстрация круговорота всего в природе. В частности, той же воды. И уже даже вот буквального, не метафорического пути воды. Вот прям по школьному учебнику. Но в данном случае я еще и о другом хочу сказать. Я почему-то не могу отвязаться от мысли, что именно этот дождь именно в том эпизоде понадобился Кэмерону для того, чтобы, возможно, в будущем можно было демонстрировать этот фильм со всеми спецэффектами и возможностями в кинотеатрах, которые будут оборудованы техникой для создания не только зрительных и звуковых, но и иных физических эффектов. О чем речь? Маркетинговое название таких, покуда очень редко встречающихся кинотеатров, оборудованных для применения именно демонстрационных спецэффектов, усиливающих эффект присутствия, IMAX 4DX. Хотя в данном случае тут и не идет речи именно о системе IMAX как таковой. Поэтому часто применяется и другое название 4D кино без слова IMAX. В таких очень еще немногих оборудованных особой демонстрационной спецтехникой кинотеатрах зрители могут ощущать ветер, движение, вибрацию кресел, запахи, брызги воды. Все это еще довольно несовершенно и развивается не так уж, чтоб скоро. Начиналось все вообще даже и не с кинотеатрального оборудования. Делались более простые вещи в начале. Например, одним из первых фильмов, у которых была предусмотрена возможность сопровождения сюжета кинокартины синхронизированными событиями на экране с запахами, стал вышедший в 2011 году четвертый фильм из серии «Дети шпионов» Роберта Родригеса. Этот фильм известен также и под названием «Дети шпионов 4D». В такую версию названия, как видите, непосредственно внесено указание на особые демонстрационные возможности при прокате фильма. Так вот, на некоторых сеансах... В чем суть приема вот этого спецэффекта? На некоторых сеансах, в некоторых кинотеатрах зрители при входе в зал получали специальную карточку с восьмью пронумерованными ячейками. На каждую из ячеек было предварительно нанесено определенное пахучее вещество и затем покрыто защитным слоем. Для того, чтобы карточка не пахла преждевременно, запахи не смешивались и не улетучивались. В некий сюжетный момент на экране появлялась определенная цифра, и зрители должны были стереть защитный слой на соответствующие ячейки. Под этим защитным слоем и открывался запах, аналогичный тому, который в этот момент ощущали герои фильма. В этом примере с запахами даже не требовалось специальное оборудование кинозала. Просто должна была быть подготовлена возможность показать цифры на экране в нужный момент и карточки с запахами. Именно такой прием его обычно называют 4D аромоскоп. На мой взгляд, скорее склоняется к аттракциону, оригинальному развлечению, чем к углублению возможностей кинопросмотра как такового. Мне думается, что зрителей может напрягать необходимость отвлекаться от происходящего на экране, от сюжета, вот чтобы следить за этими цифрами, самостоятельно добывать нужный запах. Но в целом перспектива у кинотеатров с разного рода возможностями дополненной реальности может быть. Хотя еще раз замечу, что покуда это все крайне мало распространено в силу сложности и дороговизны необходимого оборудования. Фактически, это ведь требует полной перестройки кинотеатра. Но вот возвращаясь к фильму Кэмерона «Аватар. Путь воды». Это чисто мое интуитивное предположение, что когда, возможно, начнет таки появляться достаточное количество кинотеатров вот с этими дополнительными физическими эффектами, то вот эта сцена с дождем ну вот просто напрашивается на подкрепление еще и хоть небольшим количеством брызг дождя, падающих на зрителей. Брызнуть вот чуть на зрителей дождичком в начале фильма самое правильное. И ощущения испытают, и полностью просохнуть до завершения сеанса успеют. И вполне возможно, что Джеймс Кэмерон именно такую возможность для своего фильма и его будущих когда-то через годы демонстраций в новых, сейчас еще не существующих кинотеатрах предусмотрел таки в этом эпизоде с дождем. Собственно, я это и к тому говорю, что кинематограф вещь очень многомерная. С одной стороны, это, конечно же, искусство. С другой стороны, весьма сложные технологии. А с третьей еще и сфера индустрии, экономики. И в большинстве случаев все эти сферы должны быть учтены. Тогда и получается настоящий шедевр. Сам Джеймс Кэмерон говорил, «Я думаю, идея фильма как острова исчезает, и людям нужны герои, в которых они могут инвестировать». Эти слова режиссера, я полагаю, и о том, что создатели фильма должны стремиться к максимально многомерной и разнообразной представленности своего творения в реальной жизни. Смотреть в будущее в том числе и предусматривать все возможности, а не только использовать традиционные приемы франшизы. Впрочем, не будем забывать и о шедеврах артхаусного кинематографа, который умеет обходиться и без особо сложных технологий, и не зацикливаться на финансовом успехе, и создавать шедевры. Хорошие фильмы бывают очень разными, и это хорошо. В следующий раз я буду говорить о рекомбинантах и полковнике Корича. Всего доброго и до новых встреч!